Я доктора и думаю, как хорошо, что я не слышала тогда лекции, ничего этого не знала, а брала справочек, НСП, выбирала всё и употребляю. Дело в том, что мой младший сын с двух лет болел полинозом, Игорь. У меня два сына, один вот Полякович Владимир, он не болел полинозом, а Полякович Игорь с двух лет. Как это началось? Вы знаете, вообще это не шуточки полиноз. Это может перейти в асму и вообще, ну, это очень серьёзно. В два года, с мая месяца, в конце мая, где-то так, начало июня, у него начали отекать глаза, полностью глаза, просто щелочки были, с краснотой такой, с носа, вода, кашель. Я вызвала врача, врач пришёл, пришла, это была она, назначила уколы, приходила медсестра, колола уколы, антибиотики, бронхит лечили, короче. Никакого результата не было, но я бы не была тогда в компании, про рациологию не знала ничего нового, врачам доверяла. Потом, значит, это ничего не помогало. И так мы вот промочились где-то год, полтора. В основном это было летом, с весны до глубокой осени. Потом всё-таки, не знаю, а я пошла к заведующей делениям с ним, ну и говорю, что вот такая проблема. Ну и она направила нас сдать на аллергены. Тогда вот кожу я вот ему эти пробовали. И у него была аллергия на 17 видов цветения. Практически, что вот весной, там начинаем, и роза, и до глубокой осени. Мы выходили на улицу только в дождь. Дождь пошёл, сапоги одел, зонтики взяли, пошли гулять. В квартире постоянно надо было пыль вытирать, пол мыть. Балконную дверь открывала, намачивала такую толстую льняную простынь, чтобы она быстро не высыхала. И завешивала этот проём балконный. А ему, ну, на улицу спросится, плачут маленькие. А ему давала бутылочку с водой, с разбрызгателем. И разрешала брызгать на шторы, на обои. Вот это вот так спасало. Он этим занимался и ходил, это вот брызгал по квартирам. И когда обнаружилось, что у него полиноз на 17 видов растений, ему назначали лекарства. Я не помню этих лекарств, этих стаминных. Ну, понятное дело, я их давала. Короче, это длилось до моего прихода в компанию. Где-то лет 10. В 2001 году я пришла в компанию в марте месяце. Первое, что я купила, это биполин для себя, витаминный. Про себя рассказывать не буду. Если я начну рассказывать про себя историю, это уже не будет никаких... Никому больше слова не будет дать. Значит, я купила биполин. Через какое-то время флорофил. Что сама пила, то и ему давала. Потом Бердог, Редкловер. Тогда не было программ. Не было Вайвера. Не было литературы. Не было научного консультанта в компании. Врачей было мало. Опыта не было еще у врачей. Мы все вместе учились этому. И когда я пришла на зал однажды и рассказывала, что вот у моего сына аллергия, поленос, а я ему даю там биполин. Лариса Николаевна Щеголева с таким лицом ужас. Нельзя биполин? Нельзя биполин? Как вы даете биполин? Я говорю, да, нормально. Все. Никаких я там гранулами не делала. Давала капсулы, да и все. Вот так вот. Ну, короче, смелая я вообще, конечно. Я молодец. Потому что я не знала, что так нельзя. И вот из года в год, да, первую весну, конечно, мы так не могли этот поленос быстро победить. Это все медленно было. На вторую весну, уже бывшая я в компании, это все было легче, легче, легче. Ну, теперь уже, конечно, ничего нет, проблем нет. Я уже сколько тут уже лет я в компании? Вова сколько? 19. 19 лет в компании почти. Но я скажу, какие были признаки страшные моего игора. Это отекали глаза. С носа лилась вода. Задыхался. На шее увеличивались лимфоузлы. И однажды лимфоузел там сдулся, что пришлось ложить в больницу и вскрываться лимфоузел. Уже несколько, какое-то время он так задыхался ночью, что боялся один в комнате спать. Уже же там большой был, и 8, и 9, и 10 лет. И мы уже употребляли немножко вот эти вот таблетки от лимфоузелин. Да, правильно, такие есть таблетки? Лимфоузелин. И представьте, что бы, ну что бы было. Ну что, ничего хорошего бы не было. Это факт. И когда Игорь болел с весны до осени, я там периодически все на больничные ходила. А зимой нормально, ходил в сад. И вот однажды я встречаю, вот не ходили мы как-то лето уже в поликлинику. Иду я по улице, и идет врач участковая наша. Ну кто-то ее знает, кто-то не знает. Наталья Студорна-Лепницкая. И говорит, а почему это вы к нам уже не ходите? Целое лето у вас в поликлинике нет. Вот все лето нет. Потому что мы не нуждаемся в вас. Она говорит, а что такое? Я говорю, ну вот мы нашли, каким образом избавиться от полиноза, и иммунитет увеличить. А что такое? Я говорю, ну если вас это интересует, я принесу книжку, дам почитать. И да-да-да, обязательно. Вот Наталья Федоровна осенью почитала книжку, подписалась в компании. И до сегодняшнего дня, конечно, пользуется продукцией, и многим людям об этом рассказывает. Поэтому полиноз это, ну, это просто не шуточка. Это все связано с иммунитетом. Есть хороший иммунитет, и да, очистка.